Трасса Днепр-Кривой Рог. Три часа дня. На улице 35 градусов жары. Несмотря на это, рабочие трудятся в поте лица. Демонтируют верхний слой асфальта. Работа нормальная. То, что жарко, нам говорят. Стараемся людям, робим дорогу, чтобы ездили нормально, по нормальных дорогах. Это не асфальт, правда, выравнивающий слой под асфальт. Подготовка. Самые проблемные участки автомагистрали в районе Новоюлиевки, Любимовки, Софиевки. Там дорогу уже залатали. Всего привели в порядок более 15 километров трассы. На это потратили почти 140 миллионов гривен из госбюджета. Проводим работы на трассе Кривый Рог Днепропетровск, Н11. Работы ведутся по влаштованию верхнего шара основы асфальтовкладчиком. Регенерованный шар, который должен сделать основу для дальнейшего укладывания выравнивающих слоев крупнозернистого асфальтобетона. Работы по ремонту трассы стартовали еще в апреле этого года. В планах облавтодора привести в порядок всю дорогу. Водители надеются, это произойдет в скором будущем. Я до села еду до широкой, хорошо. А еще левая сторона, то еще много недоделок. Но надеемся, что в скором будущем дорога станет отличной. Помимо трассы Днепр-Кривой Рог, в области также ремонтируют еще три автомагистрали. С ходом реконструкции дорог ознакомился и премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Глава Кабмина заявил, всего на ремонт трасс Днепропетровской области выделили более миллиарда гривен. Зараз мы выделили, вот в минулом году Днепропетровская область была трошки больше 500 миллионов. В этом году уже миллиард 39 миллионов, в два раза больше. Вы вызначили на Миколаев, вы вызначили на Запорожье трассу. И сегодня, я имею в рамках области, сегодня эти ремонтные работы ведутся. Принял решение, что мы дадим поддержку этому проекту, еще дадим дополнительно 250 миллионов. Когда закончат ремонтировать трассу из Днепра на Кривой Рог, в обл. Автодоре еще не знают. Но уверяют, работы продолжаются, пока будет позволять погода. Николай Неручик, Виктор Зубченко, Вячеслав Бескаравайный. Первый городской.